Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, мои дорогие, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live, обсудим очередной влог. И вы знаете, вот честное слово, насколько же отвратительно эта показуха, гнилая показуха с Дуней. Ну, просто уже до невозможного. Это вот искусственная любовь, которая проснулась к концу жизни Дуни. Ну, знаете, это уже просто ни в какие ворота не идёт. Почему к концу? Потому что кошка возрастная. То есть она всю жизнь с ними жила, не нужна была, а теперь прям как золотая стала. И вот разве такое может быть? Не любили, не любили и резко полюбили. Ну, цирк, да и только. Видеоролик, ребят, можно сказать ни о чём. Они уже не знают, что показывать, что говорить, по той причине, что показывать-то нечего. Приехали на дачу. Полвидеоролика показывали, как сарафан то меняет подстилку у этих куриц, то Уралка показывала этих бройлеров и пыталась нам объяснить, что это они такие лысые, да. И дальше всё стонало. Сидела и стонало. Жара такая. Невозможно ничего делать, как будто ты что-то на даче делала. Но вот правда. Уралка, что ты вообще когда делала в этом году на этом огороде, на этом участке? Но ведь ничего не делала, кроме как жрачку бодяжила. Больше абсолютно ничего. И всё сидит и ноет. Сафар, сколько там градусов? Тридцать пять? Тридцать шесть? «Ой, жара!» «Ой!» «Ой, жара!» Всё сидела и скулила. И всё никак не могла успокоиться. И всё ей плохо. Холод плохо, жара плохо. Дождь плохо. Всё плохо. Хорошо, наверное, когда есть что пожрать. Когда на столе стоят тазы с едой, вот тогда всё хорошо. Дальше что? Дальше лупанул, ребят, дождь. И лупанул такой сильный дождь, и началось. Ой, поглянь-ка, ой, ой, да ты посмотри! Дождь заливал, уралка визжала. То визжала от жары, теперь визжит от дождя. И додумалась ещё зонтик. Слушайте, открыла. Стояла бы уже под навесом. Нафига этот зонтик открывать? Открыла зонтик и пытается высунуться на дождь. Короче, дальше уже закончился дождь. Опять что-то там сарафан топтался по огороду. Уралка тоже. Ещё надо было в теплице полить. И там, пока шёл дождь, бочка набралась дождевой воды. Что-то там у них с помидорами случилось. То ли не поливают их, то ли опять там что-то у них заболели эти помидоры. Листья поскручивались. Ну и всё. Чё-то как-то на даче больше ничего не показывали. Скукотища ужасная. То жара визжала, то дождь пошёл визжала. Ну а сарафан какашки убирал. Говорит, у маленьких я перестелю. А у больших нет. У больших только какашки поубирал. Сарафан, куда поубирал? Наверное, в какое-то волшебное место. Правильно, там у малых-то нечего убирать. Не особо-то много. Угу. А у больших, похоже, волшебные какашки. Меня такой смех взял, ребят, как раз-таки на этот момент. Дальше Уралка сидит уже в машине. То визжала жарко-жарко. Тут она сидит в кофте, в тёплой кофте. И, значит, ну не в этой альпаке, альпаке, да. И сидит с Дуней на руках. У Дуни попона надета, да. И она рассказывает, что вот они приехали на дачу. Сафарчик пошёл там курочек накормить, напоить. А Уралка якобы в машине и даже свой нос не высовывает. Он там ещё что-то, короче, делает. Ну и она рассказывает, что вот сейчас надо с Дуней съездить, чтобы ей там таблетку дали туда-сюда. А потом у Дуни очередная химия. Рассказывает, что Дуня стала, значит, и есть совсем по-другому. Ест она уже влажный корм. И покупают ей пакетики по 100 рублей, как сказал Сафар. Отметил, что самому можно пообедать за 100 рублей. А тут кошке надо в день отдавать прям 100 рублей. Всё он подсчитывает. И кто-то будет говорить, что он её любит. Это просто гнилая показуха. Видели мы всю эту любовь к Дуне. Видели, как он из-за шерсти чуть не огрел. Мало того, что Дуню, так ещё и Уралка чуть не получила. Ну и дальше. Дальше, значит, Уралка говорит, что приехали они домой. И это она объясняет, почему же Дуня одета, почему она не раздета. Приехали, говорит, домой. Была сушилка там перевёрнута. И, говорит, увидели капли крови. И, значит, на животе, где шов был, там как бы ранка была. И оттуда капала то ли сукровица, то ли кровь. И Уралочка, значит, испугалась. Они там обработали эту рану. И, значит, напялили на неё попону. И прикрыли там марлечкой, значит, эту рану. И что там произошло, непонятно. То ли она поранилась, то ли что. Вот типа был открыт балкон. Вот спрашивается, есть ли у вас кошка с проблемами, со здоровьем. А они не контролируют ничего. Оставляют одну, балкон открытый оставляют. В общем, чхали они до сих пор на эту Дуню. Да, плевали. Как Уралка сказала, Дуня плевалась. Точно так же и они плевали на всё, что происходит с Дуней. По поводу аппетита. Понятное дело, что у Дуней поменялся аппетит. И это из-за химии. Дальше, значит, что уже показывают, что они якобы едут с химией. Всё там Дуни сделали, прокапали. Катетер сказали там дома убрать. Интересно, а проверили ли живот у Дуни? Что-то ты, Уралочка, ничего не сказала. Посмотрели ли эту ранку? Может, там швы накладывать нужно? Об этом она тоже умолчала. Может быть, это была сказка? Может, Уралочка сочинила, дабы хайпануть снова на Дуни? Видать, на Дуни получается хорошо хайповать. А ещё Уралка рассказывала по поводу костюма для Абдугани. Что столько денег отдали, сколько она там говорила, то ли 13, то ли 15 тысяч, чтобы заказать ему костюм в кадетский класс. И якобы всё это так дорого. И что Абдугани вот-вот уже скоро вернётся из Таджикистана. Ну и дальше, значит, они там в пробке стояли, да, уже к концу видоса. И уже Сарафан показывает свою любовь к Дуне. Прям настолько наигранную, что аж отвратительно всё это наблюдать. И всё, Дуня, Дуня, Дуня сидит на переднем сиденье. И он всё прям обращает на неё внимание. Смешно, правда, ребят? Ну вот правда, смешно. Не нужна эта Дуня была. Готов её был прибить, слушайте, ни за что. За то, что шерсть кошка за собой оставляет. Это его напрягало, и он готов был её лупить за это. Ни в чём не повинную кошку. А сейчас прям такой любящий, такой любящий. Да нифига он её не любит. Точно так же, как и не любит Уралка Дуню. Всё лишь на показуху. Сейчас, мне кажется, ещё больше ненавидит Сарафан её. Потому что приходится ещё и покупать корм дорогой. Да ещё и в больницу ездить. Хотя, опять же, ребят, я во всём этом сомневаюсь. Но, кто знает, кто знает, я вот до сих пор не могу понять, как можно на болезни хайповать и как можно на болезни врать. Для меня, наверное, это просто непонятно. Потому что сама бы я никогда в жизни так не поступила. И животное для меня это что-то особенное, наверное, в жизни. А вот для этих, возможно, только всего лишь хайп, никакой любви. Короче, видос, ребят, ну вот просто ни о чём. Просто ни о чём. Жара, жара, жара. Ой, дождь. А уже холодина. А тут Дуня. А где-то влезла. И всё это, знаете, настолько наиграно. Даже зрители написали в комментариях, что, мол, одно и то же, одно и то же. Ну, а что ещё они могут показать? Ну, что они ещё покажут? Либо какой-нибудь сценарий с Дуней разыграют. Ну, либо будут показывать эти курятники, этих хурей. И хорошо хоть не показывали сам момент, когда сарафан чистил курятник и убирал какахи. Хотя, может, это всё как-то волшебным образом убиралось. Это же всё такая драгоценность, такая драгоценность. И, возможно, всё это где-то хранится в потайном месте. Ну, кто знает, кто знает. Кстати, уралки написали по поводу курочек, когда она сказала, что перья не успевают расти. Такой глупости я ещё не слышала, что перья не успевают расти. Это же надо до такого додуматься. Ну, и ещё, ребят, комментарий, с которого я просто чуть не упала. Оля, поделитесь, пожалуйста, где ты такого мужа работящего нашла? И тогда они от тебя отстанут, будут все счастливы. А кто они отстанут? Кому нужен такой муж, скажите? И где он в каком месте работящий? Интересно, кому нужен таджик на содержании? Это же он сидит на содержании у уралки. Уралка его содержит. Где он работящий? То, что он травинки на даче там рвёт, и то в этом году не видно-то было. Что он там делает? Ничего, абсолютно ничего. Ну, а то, что уралка команды раздаёт, так он отрабатывает. Отрабатывает у неё. Она работает, да, копая себе могилу ложкой. А сарафанчик живёт за этот счёт. Представляете? Вот вам и работа. Да, работящий, переработался, держа камеру в руках. Прям иногда становится смешно от таких комментариев. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Но я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.